Завод кровельных материалов Шатыр Ортологэ производит и реализует металлочерепицу Каскад, профлист, сайдинг, водосточные системы из металла с завода Северсталь, а также не имеющую аналогов в Казахстане, металлочерепицу Андалузия с уникальным дизайном под натуральную черепицу. Выезд на объект, замер, расчет, доставка бесплатно. Возможен кредит. У нас самые низкие цены в городе. Наш адрес юго-запад, участок 103, возле рынка Тобыс. Телефон 947-500. Выпуск подготовлен при поддержке Храмтауского кирпичного завода. Стройте с нами красиво и надежно. Город Храмтау, промзона, улица Окраина, участок номер 2, телефон 8-71-336-3-61-35, отдел сбыта, сотовый 8-705-40-22-487. Стройте красиво и надежно. Храмтауский кирпичный завод производит и реализует. Кирпич керамический, облицовочный, пустотелый, одинарный и утолщенный, различных марок, гладкий и с рисунком. Безупречное качество по ГОСТу 530-2012. Гарантия до 148 лет. Всегда в наличии на складе. Нужен кирпич? Лучшее рядом. Храмтауский кирпичный завод. Учетный документ, который фармацевт должен доказывать, что лекарство, которое он отпустил, у него должен остаться рецепт. Лекарство строго по рецепту. С завтрашнего дня все провизоры обязаны сохранять рецептурные бланки в качестве доказательства своей ответственности. Подробности в выпуске. 10 тысяч, если нет, больше предложений. Отлично. Пробуем аплодисменты. Искусство на продажу. Картины детей ушли с молотка. Сегодня в стенах Центра искусств прошел благотворительный аукцион-концерт «От сердца к сердцу». Здравствуйте. В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Сегодня в региональном центре коммуникации состоялась пресс-конференция на тему отпуска в аптечные сети лекарственных препаратов. Участие в ней приняли руководители областного управления здравоохранения, департамента фармации и фармконтроля. К 2020 году Минздравом страны запланировано полностью запретить безрецептурный отпуск некоторых видов медикаментов. Ранее об этом сообщал министр ведомства Ельжан Бертанов. Делается это с единственной благородной целью – избежать последствий самолечения для сохранения здоровья наших граждан. Приказом Министерства здравоохранения внесены изменения в приказы 22 мая 2015 года о подтверждении правил выписывания, учета и хранения рецептов. Они вступят в силу 24 мая текущего года. Что это значит? Провизоры обязаны будут сохранять рецепты, по которым выдаются лекарственные препараты в течение трех лет. За нарушение данных правил предусмотрена административная ответственность. Это позволит осуществлять полный контроль за рецептурным отпуском лекарств. Ранее такой возможности у надзорных органов не было, и поэтому выполнение приказа Минздрава оставалось лишь на совести реализаторов. Теперь рецептурный бланк станет доказательством выполнения государственных требований по продаже медицинских препаратов. Оформляется он врачом при обращении пациента в амбулаторию, заполняется на латинском языке с указанием международного запатентованного, а не торгового названия. Здесь же указывается дозировка и сроки применения. Строго по рецепту будут отпускаться все сильно действующие препараты, имеющие противопоказания и побочные эффекты. Вот такие сильно действующие препараты, как психотропные, то есть препараты, влияющие на центральную нервную систему, на сердечно-сосудистую систему, на дыхательную систему. Гормональные препараты, те препараты, которые влияют на метаболические, как мы говорим, процессы в организме. А без рецепта отпускаются те препараты, которые применяются наружно, и они не вызывают серьезных побочных реакций. Например, сиропы, вот сейчас говорили, крема, мази, пластыри, медицинские изделия. Есть медицинские изделия, которые тоже только по рецепту. А есть медицинские изделия, например, можете шприцы, перчатки спокойно купить. Без рецепта можно будет купить также жиропонижающие и противопростудные средства. Но это совсем незначительный перечень. Известно, что на данный момент в Казахстане зарегистрировано более 7,5 тысяч наименований лекарственных средств. Из них 77% рекомендованы для отпуска только по рецепту. Учетный документ, который фармацевт должен доказывать, что это лекарство, которое он отпустил, у него должен остаться рецепт. Понимаете? Вот этот рецепт, который назначен больному лекарственным средством, остается в аптеке. Почему? Потому что как фармацевт докажет, что он отпустил препараты без рецепта. Для этого цели должны остаться в аптеке эти лекарственные средства. Если доказательств не будет, внушительные штрафы все же призваны научить провизоров ответственности. Размеры административных взысканий колеблются от 70 до 1000 МРП. В случае же повторного нарушения аптеки грозит при остановлении лицензии сроком на 6 месяцев. К сведению, в Актубе и районах области продажи медикаментов занимаются 368 аптек, 36 аптечных пунктов и 6 магазинов медицинских изделий. Также лекарства реализуются через первичные медико-санитарные пункты. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт». Благотворительный аукцион «Концерт от сердца к сердцу» прошел сегодня в стенах Центра искусств. Акцию поддержали местные власти, деловые женщины, представители сферы бизнеса, банкиры и народные избранники. На этой предаукционной выставке, которую организовали представители Акимата, самый дорогой экспонат оценили в 40 тысяч тенге. На картине 12-летней Инжу Айтембетовой «Девочка страдает ДЦП» нарисован пейзаж. Собравшиеся отмечали, что интерес к детскому искусству, в частности ребят, чьи физические возможности ограничены, в нашем городе не охладил никакой кризис. Всего на выставке 14 картин. Практически все сегодня были куплены. 10 тысяч, если нет больше предложений. Отлично. Пробано аплодисменты. Первый раз. Цель традиционного мероприятия – оказание социально-патронатной поддержки детям, оставшимся без попечения родителей. Присутствующие ознакомились с работами детей и купили картины. Их стоимость стартовала от 5 тысяч тенге. Ну а после певцы и деятели культуры региона выступили со своими номерами. Организаторы заявили, что средства, вырученные от данного благотворительного мероприятия, будут переданы детям-сиротам. Вырученные средства будут положены на счет детей с нашей без попечения родителей. Также у нас будет благотворительный концерт. Здесь у нас есть программа на 16-20 годы по поддержке детей и сирот. Во исполнение этого поручения мы сегодня подводим итоги. У нас очень много предприятий, предпринимателей, которые поддержали данную инициативу Акима города и взяли на свое попечение детей. Мы сегодня их чествуем. Также хотим вручить по 100 тысяч десяти детям. Десяти детям сегодня были вручены денежные сертификаты от спонсоров. А именно счета детей и сирот в Жилстройсбербанке регулярно пополняются определенной суммой, которая в недалеком будущем станет серьезным подспорьем для приобретения молодыми людьми собственного жилья. Заметим, что сиротам помогают все октябинские предприятия. Ежемесячно работники разных организаций и предприятий перечисляют определенную сумму из своих зарплат на специальные счета в Жилстройсбербанк. Не остался в стороне и один из местных вузов. Руководство учебного заведения вручило пяти ребятам гранты на получение бесплатного образования. Лиза Цакеева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». В медицинском университете сегодня открылась вторая студенческая научно-практическая конференция. Ее тема и в очередной раз стало обсуждение вопросов оказания первичной медико-санитарной помощи. Сегодня проходит вторая студенческая конференция. Вклад студентов в развитие первичной медико-санитарной помощи и семейной медицины. Я думаю, что во всяком случае в медицинском сообществе все уже признают, понимают важность первичной помощи. В том, что в развитых странах, в США, в Северной Европе, в Японии, во многих разных странах тоже понимают первичную помощь. И в основном, в октябре 2018 года состоялась глобальная конференция по ПМСП, где собрались ведущие лидеры. Во всех развитых странах мира придается большое значение оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам. Это звено в общем объеме является едва ли не самым востребованным. В октябре 2018 года на глобальной конференции с участием министров здравоохранения десятков стран была принята очередная декларация по повышению качества данной медицинской услуги. Примечательно, что первый документ по внедрению ПМСПС был подписан в Алматы в 1978 году. Конференция предусматривает обмен научными трудами, разработками и исследованиями, а также включает практическую часть. В течение двух дней студенты вуза смогут обменяться опытом и получить новые знания на мастер-классах ведущих специалистов. Четыре сотрудника Астана Суарнасы погибли в Нур-Султане, передает Тенгри Ньюзкий Зет со ссылкой на сообщение Акима города Бахыта Султанова. Цитирую. Сегодня в Нур-Султане произошло трагическое событие. В результате несчастного случая погибли четыре сотрудника коммунальной компании Астана Суарнасы. От своего имени и от имени Акимата выражая соболезнования родным и близким погибших, сообщил Султанов. По его словам, Акимат города окажет семьям всю необходимую поддержку. «Я поручил соответствующим службам провести тщательное расследование и разобраться с причинами этого трагического происшествия», добавил городоначальник. Как сообщили в комитете ПЧС МВД, по предварительным данным, четыре человека отравились метаном в колодце. О других событиях нашей страны и мира вы узнаете из следующего видеообзора. Девять казахстанцев пострадали в результате ДТП в Италии, сообщает пресс-служба МИД РК. 22 мая в итальянской провинции Сиена перевернулся автобус, в котором находились иностранные туристы. В результате ДТП один человек погиб, около десяти пассажиров получили различные ранения. Всех пострадавших доставили в местные больницы, четверо находятся в тяжелом состоянии. Среди пассажиров, пострадавших в результате ДТП, были девять граждан Казахстана. Из них пять госпитализированы, остальные четыре будут размещены в отеле. У пострадавших казахстанцев обнаружены переломы позвонков, ключицы, ребер и многочисленные ушибы. В ближайшие дни местные врачи проведут полный медицинский осмотр и дадут свои рекомендации по дальнейшему лечению. Попавшие в ДТП туристы приехали в Италию, чтобы посетить несколько городов, связанных с историей искусства. Среди пострадавших есть граждане России, Армении, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Грузии и Румынии. Водитель, по информации РИА Новости, арестован. Как заявили в прокуратуре города Сиена по основной версии следствия, 35-летний мужчина отвлекся от дороги во время вождения. Проведенный после аварии тест на алкоголь показал отрицательный результат. Среди факторов, которые привели к ДТП, также учитываются плохие погодные условия. Дорожное полотно было мокрым из-за обильных дождей. Водитель обвиняется в причинении гибели в результате дорожного инцидента. Для установления всех обстоятельств аварии следователи изъяли тахограф автобуса, который сыграет роль черного ящика транспортного средства. Нурсултан Назарбаев высказался о предстоящих президентских выборах. В Казахстане передает Tengri News KZ со ссылкой на пресс-службу первого президента. В выборах участвуют семь кандидатов. Это признак того, что в нашей стране существует политическая конкуренция. Кандидаты представляют интересы различных общественных групп и объединений. Каждый кандидат выдвинул свою программу дальнейшего развития страны и общества, сказал первый президент на встрече в республиканском общественном штабе кандидата от партии Нуратан. Ельбасы отметил, что для всех кандидатов созданы равные условия для предвыборной агитации. В своем выступлении Ельбасы указал на необходимость укрепления межнационального согласия, последовательной реализации обозначенного стратегического курса страны. «Я продолжаю работать на благо нашей страны. Хочу подчеркнуть, что никакого двоевластия в стране допускаться не будет. Все мы будем работать на президента, которого изберет народ», – резюмировал первый президент Казахстана. Пожар на территории бывшего химического завода произошел рядом с Атыраусским нефтеперерабатывающим заводом. На территории объекта находится ряд малых производств, цех по производству кислорода, нефтехимические производства. Данная территория расположена в непосредственной близости от Атыраусского НПЗ. Информацию о пожаре уже подтвердили у ДЧС от Атыраусской области. К настоящему времени возгорание ликвидировано. Департамент государственного имущества и приватизации Алматы выставил на продажу элитные автомобили стоимостью в десятки миллионов тенге, передает Tengri News KZ. Эксклюзивные машины Lamborghini Gallardo и Maybach 57 появились на торгах на электронной торговой площадке государственного реестра РК еще с 18 апреля. Тогда кислотно-зеленого цвета Lamborghini Gallardo оценивался в 41 миллион 372 тысячи 126 тенге. Для участия в торгах требовался первоначальный взнос 6 миллионов тенге. В апреле также был выставлен черный Maybach 57 2006 года выпуска стоимостью 22 миллиона 309 тысяч 167 тенге. Машина находится в аресте у микрокредитной организации. Первый раз торги прошли 3 мая, но покупателей на роскошное авто так и не нашлось. 23 мая вновь появились объявления о продаже этих двух машин. В этот раз торги планировалось провести на понижение, но и теперь желающие не появились. Государственная организация предложила стартовую цену на Lamborghini Gallardo в размере 124 миллиона 116 тысяч 378 тенге. Стартовая цена на Maybach 57 составила 67 миллионов тенге. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. Верное поколение – залог будущего. Под таким девизом сегодня прошел областной молодежный след в Ак-Тубе. В нем приняли участие как студенты, так и молодые госслужащие города. Сегодня в средней школе номер 62 прошла встреча за круглым столом «Мои судьи, время и народ», посвященное присвоению учебному заведению имени Боуржанам и Мушулы. На центральном стадионе сегодня состоялось закрытие школьной лиги Ак-Тубе сезона 2019. Соревнования пока не имеют аналогов «Мир» в Казахстане. В нем принимали участие 231 команда и порядка 3,5 тысяч детей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ОКТУБА РАДИО КИЗИЦАЙТНДА ОКТУБА РАДИО КИЗИЦАЙТНДА Вы смотрите программу «Факт» на Рик-ТВ и мы продолжаем. «Верное поколение – залог будущего». Под таким девизом сегодня прошел областной молодежный слет в ОКТУБ. Он был организован областным департаментом по делам госслужбы противодействию коррупции. В слете приняли участие как студенты, так и молодые госслужащие города. Департаментом агентства Республики Асам по делам госслужбы и противодействия коррупции по Активинской области проводится областной слет молодежи, посвященный итогам деятельности школьных клубов «Адаорпак», а также студенческого клуба «Санаорпак», а также школы госслужбы «Мансапт». Данные клубы созданы на школьном уровне, на студенческом уровне с целях привития антикоррупционного мировоззрения, создания, реализации принципа добропрорядочности у будущего поколения. В качестве спикеров в слете приняли участие представители департамента по делам госслужбы, а также молодые государственные служащие и выпускники школы госслужбы «Мансапт». В ходе мероприятия для студентов и школьников был проведен тренинг по развитию лидерских качеств «Я лидер». Своим секретом жизненного успеха с молодежью поделились чемпион ММА Багдад Жубанышев, преподаватель всемирно известного Димаша Кодубергенова Марат Айтимов, а также предприниматель и член проекта «Сто новых имен» Шахан Жолдазбаев. Сегодня в средней школе номер 62 прошла встреча за круглым столом «Мои судьи, время и народ», посвященная присвоению учебному заведению имени Бауржаному Машулы. В заседание приняли участие Аким города Актобе, Ильяс Испанов, ученые-историки, преподаватели высших учебных заведений, учителя и учащиеся школ города. Эта школа теперь будет гордо носить имя Бауржаному Машулы. На примере его подвига, мужества и героизма, проявленных в годы Великой Отечественной войны, вырастет целое поколение казахстанцев. Это воспитание патриотизма у подрастающего поколения, это формирование чувств любви к стране, к земле, к своей родной земле. Я хочу сказать о том, что 13 мая 2019 года правительством Республики Казахстан были даны наименования школам, и в том числе в 62-й школе. Поэтому сегодня на этой встрече присутствует интеллигенция, присутствует общественность города, и, конечно же, почетным гостем невестка Бауржаному Машулы – это Зиня Пахметова. Она будет сегодня участвовать в этом круглом столе. В своем обращении к собравшимся почетная гостья подчеркнула особенности характера и приводила наиболее запоминающиеся моменты из жизни легендарного полководца. Ключевым же моментом встречи стало открытие на базе учебного заведения Музея Бауржаному Машулы. И это тоже не случайно. На протяжении этих нескольких лет городской научно-методический центр проводил Бауржановские чтения. В прошлом году, 4 мая, мы проводили на базе этой школы Бауржановские чтения, куда приходили наши учащиеся со своими портретами, это был один из конкурсов, со своими стихами, со своими песнями, посвященные вообще Великой Отечественной войне и, конечно же, легендарному полководцу Бауржаному Машулы. Гости и участники смогли пообщаться в форме открытого диалога, поблагодарили педагогический коллектив за высокую организацию встречи, пожелали дальнейших успехов и выразили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт». К 150-летию Актубы в библиотеке имени Жейнбаева прошла конференция под названием «Актубы – это место процветания и единства». В ней приняли участие работники областного управления культуры, историки, краеведы, поэты и ветераны журналистики. Участники конференции рассказали об истории возникновения и развитии города-юбиляра. «Областная юношеская библиотека имени Саги Жейнбаева проводит в рамках программы «Рухани Жангру» конференцию, посвященную 150-летию города Актюбе. Гостями конференции являются деятели культуры и искусства, историки, краеведы, также ветераны журналистики. Цель данного мероприятия – рассказать об истории возникновения города-юбиля, также о героях города-юбиля». Юные любители поэзии в ходе конференции прочитали стихи о родине, а певцы филармонии имени Газизы Жубанова исполнили народные песни. Для мероприятия была также организована книжная выставка «Лучший Актубе». На ней были представлены произведения по истории, экономическому развитию и культурной жизни города. Кроме того, участникам были показаны документальные фильмы об Актубе. По словам организаторов, целью мероприятия является воспитание чувства патриотизма, любви к истории и культуре своего народа, а также знакомство с творчеством поэтов и писателей нашего города. Молодежь сегодня читала произведения известной поэтессы Фаризы Онгарсыновой. В Центре духовно-нравственного воспитания в рамках фестиваля «Мемлитек Телле Улт Тереги» прошел конкурс поэзии. В нем приняли участие 10 человек. Фаризу Онгарсынову в народе называют королевой поэзием. В своих стихах, монологах она прямолинейна, а иногда даже резка. Почитатели ее таланта говорят, что в ее строчках всегда можно услышать призыв любить, уважать свой народ, его традиции и культуру. Сегодня Фариза Онгарсынова остается одной из самых любимых и читаемых поэтов и писателей, 19-летней Акзюбинки Злихи Науры Залиной. Участница конкурса наизусть прочитала один из ее монологов. Произведение поэтессы продекламировали 10 участниц конкурса. Девушки выбрали, кто лирические стихи, кто патриотические, воспитывающие молодежь. Были посвящены великим людям Акхынам Батырам. В мероприятии участвуют представители прекрасного пола, независимо от возраста, специалиста и занимаемой должности. Участники сдают портфолио организаторов мероприятий. В основном это студенты и преподаватели высших и среднеучебных заведений. Участники конкурса продемонстрируют свои мастерства по трем номинациям. Это первое – выразительное чтение произведения Фаризы Онгарсыновой. Второе – посвящение поэту Фаризы Онгарсыновой. Третье – прочитать стихотворение из своего произведения. Некоторые не смогли сдержать слез. Настолько отрогательным было выступление участников. В целом традиционный конкурс прошел на хорошем организационном уровне и оставил приятные впечатления не только у участников конкурса, но и гостей. Ализат Сакива, Жаслан Жубаев, программа «Факт». На центральном стадионе сегодня состоялось закрытие школьной лиги «Октубе» сезона 2019. Соревнование пока не имеет аналогов в Казахстане. В нем принимали участие 231 команда и порядка 3,5 тысяч детей в трех возрастных группах, включающих все школы города «Октубе». Победители школьной лиги поедут в школу футбола испанского футбольного клуба «Реал Мадрид». Сегодня у нас состоятся финальные игры, где принимают участие первые, вторые и третьи классы за главный приз поездку в Испанию, в «Реал Мадрид» на обучение в кампус. Первые игры состоятся в 6 часов, будут играть первые классы. Первая школа играет с 17-й, это за первое место в первых классах. 21-я школа играет с 35-й школой, это играют вторые классы. И финальный этап у нас состоится в 7-15, где 56-я и 48-я школа придет победителей в поездку в Испанию. Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола наказал юношеские команды «Астаны» и «Семея» за массовую драку на поле, сообщает официальный сайт организации. Несколько игроков «Семей» и «Астаны» дисквалифицированы на 6 матчей за участие в массовой драке с особой агрессией игроков команды «Астана» Диасо Усиинова и команды «Семей» Эльдара Раджаева дисквалифицировать на 10 матчей. Кроме того, на заседание КДК принято следующее решение. Футболисты юношеской команды «Казалжар-СК» Руслан Ковалев за удар соперника рукой и Максим Скорох за удар соперника головой дисквалифицированы на 5 матчей. Оба нарушили правила после остановки в игре с «Акту-Б». Клуб оштрафован на 50 500 тенге за удаление двух игроков. За нецензурное выражение игрок юношеской команды «Акту-Б» Айбар Мишеткалиев отстранен на 5 матчей. За нецензурные выкрики в адрес своей команды и выход на поле на 3 матча дисквалифицирован тренер юношеской команды «Астаны» Владимир Глевич. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Вы ищете работу? Разместите резюме на электронной бирже труда. Зайдите на сайт www.enbeg.kz, заполните регистрационную форму «Разместите резюме». Просматривайте предложения от предприятий и организаций. Выбрав подходящее, нажмите «Отправить резюме». Получая приглашение от работодателей, вы можете принять их или отказаться. www.enbeg.kz – электронная биржа труда. Это удобно, быстро и бесплатно. Салим! Салим! Мен Айдарман. Даустық бизнес көмекшер. Бизнестің жаңа бағытын дамытқыңыз келеді. Бірақ өз капиталыңызды қайда салу тиімдекенін білмейсіз бе? Тәуекелдері аз болатын тұрақты табыз көздің іздетіңіз бе? Мен сізге не сүну керек екендігін білемін. Жәнеде, бұл туралы 30 секундтің шынде түсіндіріп керемін. Ал бастайық, әлюметтік нысанды. Ата байтқанда студенттерге арналған жатақхананы салып, өз бизнесіңізді әм құрыңыз. Неліктен студенттік. Бүгінгі күні 90 мүмін астам Қазақстан жастары тұрғын үйге мұқташ. Бұл деген үлкен сұраныз және жыл сайын өзіпеледі. Неліктен жатақхана. Әрбір студенттің өмір сұру үшін мемекет 8 жыл бойы шамамен 300 мүмін тенге түлейді. Жалға лу бұл сомаға кірмейді. Сонмен бірге сіздің тұрғындар бұл түрлі ақыл әлюметтік және тұрмысты қызметтерді көрсету үшін әлюеттік клиенттер болып табылады. Ақпарат қызықпа, пайдалы мәлімет беру үшін маған тағы жер ма секунд беріңіз. Жобаларға қатсы үшін жер телеміға жет, бірақ оның жоқтығы келелі мәселе емес. Мен ресурстарыңызды басқа мүдделі серіктестермен біріктүрі дұсынамын. Және егер сіздің ғимаратыңыз болса, оны студенттік жатақанаға реконструкциялауды ұсынамын. Бұл жағдайда төленбер әрбір студент үшін жылына 110-ғынан астам тенгені құрайтын болады. Біз өтінімдерді қабылдауды бастады. Өзіңіздің капиталыңызды. Оңтайлы бизинске салыңыз. Толғақпаратта студдом.финцентр.кезе. Біздің сайттан алаласыз. Газета «Эврика» в печатным варианте выходит в среду. Газета «Эврика» в электронном варианте читается в любой день. На сайте rikotv.kz свежий номер и архив материала.